Всем привет бандиты, с вами Famous Games и сегодня мы продолжаем играть в Адама Вульфа, третий эпизод, где мы исследуем умершую жену этого художника, которая как-то связана с безвременными, которые похитили нашу сестру. Открыли вторую картину и теперь давайте посмотрим. Наверное опять дадут доступ к воспоминаниям его умершей жены и мы что-то новое узнаем. Я опять оказался в воспоминаниях Лизы, это случилось после того, как она покинула магазин часов. Забрось с себя все мирское имущество, облачись в плащ, испытания и приблизься. Ой, это тот тесак, что за мной гонялся в прошлой части, чуть не убил меня на мотоцикле. Безвременная инициатива. Берем плащ. Она как-то с ним связана. Плащ сделали специально для Лизы, калибре ее прозвища. Единственная постоянная вечность. Единственный ресурс время. Все остальное легчемно. Бесконечность. Ищем бесконечность. Орден просвещен, ибо мы знаем это. Бески времени могут двигаться по нашей воле. Да. Это наше священное знание, наше благословение и наше проклятие. Ига. Ибо чтобы получить время, ты должен похитить время у других. Время, время. Часики? Не стрелки, значит. Причайший урок. Понять, что единственный подлинный путь к вечности вымощен чужими потерями. Ну, путь это может быть вообще что угодно. Можно на этом взять подсказку будет. Кто-нибудь видит путь? И я не вижу. А он есть. О, точно была дорога. Так, бежутся стрелки часов. Как верный, восходит вверх в иерархии Ордена. Вот они. Песочные часы, наш храм, наш бастион. Песочные часы приносят чужое время на наш вечерственный стол. Бастион, наш храм, наш бастион. Ну что? Вок, проходящий сквозь песочные часы, дарует нам вечность. Вот он. Иж те, кто накопил время, могут быть истинными адептами безвременья. Адепт. Иж те, кто готов брать, убивать, истекать кровью во имя Ордена, обойдут истинную силу. Кровяка нужна. Нужна кровяка. Вот эти плохо видно, которые на краю. Вообще не вижу, где тут кровь. Не, мне даже интересно, может это? Песочные часы, единственная дверь к просветлению. Уважай и почитай. Теперь ты послушник Ордена. Почитай песочные часы, подчиняйся Ордену и хватай свое время. Вот они. Ритуальный ножик получили. Ставь плюс в комменты, если нашел что-то раньше меня. Иногда так туплю. Ритуальный нож. За любое знание нужно платить. Обладатели такого знания должны носить печать безвременья. Возьми это холодное лезвие и вырежь знак у себя на ладони. Так ты никогда не забудешь этот момент. Безвременья. Какое, блин, трудновыговариваемое название. Как вырезать? О, чашей. Я должна ради Росса. Режь. И как? Как резать-то? Все. Странно это работает. Песочные часы. Я думал это знак бесконечности, но похоже это знак песочных часов именно. Ни хрена сколько кровище с нее насыпалось. Мы есть вечность. Возьми свои часы из воды и никогда не расставайся с ними. Такие же, как и у меня. А у меня откуда они, интересно? Теперь ты одна из неохитов нашего ордена. О твоем имуществе позаботились. О твоей репутации тоже. А самое главное, твой муж истерен и совершенно здоров. Вот твои часы. Этот чувак. Это я его помню. По-моему, он был в самом первом эпизоде, хотел нас убить. Став адептом ордена, ты научишься жертвовать временем других. Их жизненной силой и питать им свое. Твоя линия времени отныне обрезана. Заставь замолчать свою совесть, и обретешь жизнь вечную. Передача выполнена. Мы получили воспоминания. В самом первом эпизоде там кто-то меня обсуждал. По-моему, вот это он и был. В конце, там после титров. Или до титров. Почему я стал свидетелем? Плащ Лиза. Да и твоя сестра, походу, тоже. Боль. Она была совсем как настоящая. А это помещение? Я ведь точно видел его раньше. Это настоящие лабиринты с туннелей. С помощью можно заблудиться и проторчать тут несколько суток. Наверняка Дез знает об этом ордене гораздо больше, чем говорит. Нужно найти эту комнату. Новая задача. Найти плащ Лизы. Пожалуйста, только не надо снова про... Без бременья. Сколько раз я тебе говорил, что я не нужно найти их ритуальный зал в канализации. Не думаю, что ты понимаешь, Вольф. Этот культ слишком большая добыча даже для волков. Ха. Моя предыдущая встреча с ними не только переломала мне кости. Они чуть меня не уничтожили. Мне крупно повезло, что я потерял только руку. И как-то это перекроешь. Похоже, я нашел не все. Что? Рука. Кость. А, я понял. Кость, рука, культ. Похоже, я нашел не все. А что такое культ? Как его тут изобразить? Хм. А, вот, наверное, часы, кости и рука. Похоже, я нашел не все. Да как так? У меня всегда эти картинки хорошо складывались. Всегда. Хм. Го, подсказку возьмем. Ну и рука, это понятно. Кости тоже понятно. Культ. Нет. Значит, не время и не часы. Что же тогда культ? А, восьмерка, точно. Все. Тем, что не дал тебе помереть, как крыси, и спас твою демоническую шкуру. Уел. Ладно. В канализации часто встречаются символы для ориентировки. Прямо как будто бойскауты поработали. Ты рисовать хорошо умеешь? Совершенно не умею. Зато мой друг Росс отлично рисует. Скажи ему. Хм. Ладно, дальше. А здесь, значит, круг. Я слышал? Все, понял. Мне нужно найти плащ Лиза, чтобы Росс дописал последнюю картину. Разгадка все ближе. Добираем. Может, в этой части мы и допройдем этот эпизод, я надеюсь. Записка со странными символами из канализации. Хорошо. Так не получится. Так тоже. Я думаю, теперь мы можем выйти прямо в канализацию. Можем же. Например, из бара. Нет. Хм. В бар не зайти. В магазин часов можно зайти? Заперто, но знака на двери нет. Сомневаюсь, что мне сейчас сюда нужно. Хм. Вот улица нарисованной... Нарисованных леди. Похоже, мне сюда. А, вот она, канализация. Е-е-е. Пролезаем туда. Телефон. Фонарик. Я же не могу просто шататься тут, не зная дороги. Как я докатился до такой жизни? Я ничего не вижу. Записка с символами. А. Да, записка в руке мне точно поможет. Определенно. Вот, кстати, один из символов. Хм. Мне нужно по этим символам найти проход. Я понял. Я понял. Они ведут меня. Теперь нужно искать третий символ. Главное не заблудиться. Точно туда? Ладно, я доверюсь. Я же говорил, что чуть подальше, детектив. Твоё время на исходе. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. С узишкой на меня напал. А у меня есть? Да, у меня тоже есть оружие. Ну, я ему прямо в голову стрелял. Как так? Почему не в голову? Да почему по бочкам? Ах ты сволочь! Косые оба, что мой, что тот. Отсюда идёт струя пара. Не хочу ошпариться. Неужели я пришёл на место? Отсюда идёт струя пара. Не хочу ошпариться. У меня есть тряпка на этот случай. Поможет? Не поможет. Кровь. Значит, я его ранил. Возможно, удастся его догнать. А где моя записка? Куда она пропала? У меня символы пропали. Как дальше идти? Непонятно. Пойду чисто по крови. Лаперта. Тут нужен ключ. Лаперта, но проржавела. Можно выбить. Вот это мясо. Какой-то дух. What the fuck? Я здесь уже был. Должно быть, за этой дверью утаится какое-то зло. Я здесь был в самом первом эпизоде, когда мы дрались с пироманом. В самом начале, я помню. Да. Было месиво. Большое пятно крови. Он сначала дотащился до двери. Это несомненно. Здесь два больших... Две больших капли крови. Второе его действие. Здесь три кровавых пятна и след делается слабее. Здесь только что что-то делали. Четыре пятнышка крови. Давайте от одного к четырем попробуем сделать. А, ну и все. Слишком изи. Соединение с насосом. Все указывает на этот насос. Он здесь активировал какой-то тайный механизм. Давайте посмотрим. Цепочка со змеей. Должен быть способ выбрать нужный клапан. Прослежу отмеченную трубу до нужного клапана. А тряпка не поможет? Случайно. Ничего не происходит. Вот эту трубу? Какую трубу отслеживать-то нужно? Че-то я не понял. Все подряд понажимаю. Все, сработало. Это же чаша из ведения. Лиза открывала дверь, капнув сюда кровью. У меня ножика нету с собой, если что. У меня крови... А, можно тряпкой вытереть кровь. И чужой кровью открыть. По идее. Пошло что-то. Все, открылось. Я думал, надо именно своей. Там кто-то стоит. Нет, это всего лишь накидка. Плащ Лизы, который мне и был нужен. В калибре прозвища Лизы, значит плащ ее. Нужно отнести его Росу. Если я хочу разгадать загадку, нужно поставить стрелки на часы. Видимо, для этого еще рановато. Ладно, потом еще сюда вернемся. Давайте пойдем в дом Роса. Эй, я плащ-то... Да, плащ я взял. Любимая моя птичка Калибри, почему? Почему ты так поступила? Похоже, Лиза уступила в какую-то секту. Вы не замечали каких-нибудь странностей в ее поведении ближе к концу дня? Между нами не было секретов, но когда я заболел... И даже когда я выздоровел, она... Она время от времени вела себя странно. Грустная была, как будто хотела мне что-то сказать и не могла. Может поэтому она и кричит из-за гроба. Не знаю, Рос, но мы это выясним. Пора закончить последнюю картину. Готово. Теперь можно заходить в нее. Остань, Лиза. Совершить ритуал. Эти два чудика. Наши подруги Лизе, пришло время стать одной из нас. Это путь к вечности, путь к безвременью. Это первый шаг, который она делает к вечной жизни. Приблизь все к песочным часам. Война, любовь, мудрость. Фу, паук, ненавижу. А, три знака войны, три знака любви, три знака мудрости. Хорошо, сейчас поищем. А, чтобы активировать, нужно обязательно сразу нажать все то, что относится к войне, к любви или к мудрости. Я понял. Сейчас я разберусь вообще, в принципе, что происходит. Война, война. А что еще за войну отвечает? Мудрость. Мудрость. Мне нужно найти все символы. Что за войну еще отвечает? Любовь. 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 Время приходит, любовь становится памятью, память с забвением. Время превыше всего. Теперь оружие. Мне нужно найти третье оружие. Во, война. Война, война. Дети, заклятых врагов, станут друзьями. Внуки, любовниками. Время превыше всего. Время превыше всего. Теперь мудрость. Что последнее-то? Тут ничего нету. А, нега. Что известно сегодня, завтра будет забыто. Время превыше всего. Горы, погладство искусства. Это еще не все. Ох. Ладно, сейчас посмотрим, что относится к богатству. Деньги. А что третье? Челеп. Горы, богатство искусства. Может это? 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 Ладно, хорошо. Убирайся отсюда, паукам. Горы нашел. Ветер, море и солнце подтачивают гору. Пока она не станет морским дном. Время превыше всего. Может проще будет искусство сделать? Искусство. Искусство. И искусство. Нет. Искусство. Это богатство. А где у нас? А, вот еще что-то. Нет. Нет. Богатство. Во. Денежки. Пускай золото переходит из рук в руки. С каждым разом делясь все меньше, превращаясь в ничто. Время превыше всего. Искусство осталось. Последнее не знаю. Хм. Может паучок нужен? Нет. Фу, какой он мерзкий. Картина. Когда знаменитые художники забыты, их работы бледнеют. Рассыпаются прахом. Время превыше всего. Песочные часы, рычаг. Нам нужно найти эту комнату в реальности. Искусство времени глубокие. Великий поток времени перед твоим взором. Подойди поближе. Камк лоуса. Используй рычаг и узри, как проявится воля самого времени. Окей. Вот существо, выбранное для тебя временем. Он будет твоей парой в вечности. Это мой отец. Не, это мой муж. Поставь своей чарой, и он тут же присоединится к тебе и будет с тобой навечно. За стеклом, разумеется. Что? Рос? Я не хочу отнять время у него. И что, если не хочу заточить его здесь до конца времен? Ты разве не видишь? Это величайшая честь. Он будет жить вечно, и вечно будет рядом с тобой. И все наши великие часов. Короче, хотят его тоже убить. И вот вы будете вместе вместе. Гениально. Я отказываюсь. Я боюсь, уже слишком поздно. Взять ее. Совершить ритуал, задача провалена. Что за телка? Это... Это моя сестра? Это Элли? Это Элли? Отведите ее на башню моста. Там и решим, что с ней делать. Она тоже работает на них? На безвременных? Каким боком она там? Бред какой-то. Элли, тысяча чертей дьяволов. Что она здесь делает? Что случилось? Что вы видели? Кто такая Элли? Моя пропавшая сестра. Похоже, та же секта похитила и ее. Лиза вступила в секту, чтобы исцелить вас, но они потребовали от нее привезти вас в жертву. И она отказалась ради вас. Поэтому они ее убили. И она вернулась сюда. Задача выполнена. Призвать призрака. Росс, где ты, любовь моя? Умоляю, прости меня. Лиза, это очень важно. Что случилось на мосту, когда сектанты отвели вас туда? Быть призраком? Это странно. Я толком не помню, как умерла. Только разросненные фрагменты прошлого. Я знаю, что умерла в 8.05 вечера. Понадобятся часы, чтобы отмотать время. А моя сестра, что вы знаете о ней? Вы ведь обе состояли в одной секте. Говорите! Я же сказала, воспоминания о моей жизни в лучшем случае расплывчатые. Я знаю, мое обручальное кольцо. Это последний предмет, который привязывает меня к миру живых. Он поможет мне вспомнить всю мою жизнь. Обручальное кольцо Лизы надо найти. Основание моста Золотые Ворота. Новая локация. А, типа ее там казнили, и там же ее кольцо будет лежать, да? 8.05. Эта дверь ведет в храм памяти, посвященный покойной жене художника. Мне пока не стоит туда заходить. Я понял. Значит, мы отправляемся к мосту Золотые Ворота, где ее убили. Там находим кольцо. Мне нужно узнать, как умерла Лиза, если я хочу найти ее тело и обручальное кольцо. Кисло. Лебедка какая-то. Садовой шланг. Старый дайверский сарай. Наверняка внутри найдется акваланг, но дверь заперта. Часть двигателей корабля. Окно слишком высоко. А так? А, нужно все ящики составить. Контрольный список дайвера. Сначала нужно понять, что же я ищу. Я сам не понимаю, что я ищу. Все подряд. Список юного аквалангиста. Че, все вылетает? Это столько нужно найти всего? Походу, дело. Перчатки, ласты. Трубка. Тапки. Еще один тапок. Еще одна перчатка. Голова какая-то. Маска может быть. Кислородный баллон. Пусть. Значит, не то. Фигово то, что раньше времени нельзя собрать какую-то вещь. Нужно обязательно, когда она тут появится. Ласты. Это вообще непонятно, что. Вот же кислородный баллон. Почему его не собрать-то? Вообще непонятно. Во. Наполнили кислородный баллон. Забрали костюм. Все, это мы сделали. Походу, нырять будем. Наверное, ее убили под водой. Там, может, камень привязали к ногам и сбросили. Короче, она утонула, скорее всего. Будем нырять, чтобы найти кольцо обручальное. Нужно найти трубку и ласты. Подсказку возьмем. Ну, конечно. Конечно. Как же иначе? Еще один ласт. Вон трубка. Вот ласт. Все. Снаряжение дайвера. Собрали. Все, можно нырять теперь. Только надо понять, куда. Бензин. Канистра. Нет, заправлять его точно не нужно. Ставить весло можно. И че это такое? Вау. Наш Адам Вульф. Его нужно теперь одеть. Сначала костюм. Ласты. Такой подводник. Перчатки. Очки. Баллон. Как его развернуть-то? Поверачивайся. Все это. Готово. Видимо, его нужно еще доработать. Наш костюм. Я вообще не знаю, что он хочет. Ремнобор. А если ремнобор применить? Найти способ залить бензин. Почему не получится? Вот тебе бензин с канистра. Канистра с бензином. Зачем вообще тебе бензин? Мы пока что назад не едем. Это потом будем разбираться. Попробуем ремнобор с этим. О. Плохо. Пассатижи. Вот так проволоки. Че-то до хрена всего. Че-то сложно. Может, починить нужно? Ничего не работает. Часть двигателя корабля. Может, к кораблю подсоединить? Ну, часть двигателя корабля. Вот он, двигатель корабля. Че делать? Подсказку. А. Нужно было еще что-то взять. Рыболовный крючок. Теперь нам нужны пассатижи. У меня это все есть. Канистра. Не получится. Вот вам канистра. Пассатижи. Где? Канистра и этот ошейник. Да в смысле не получится? Точь-в-точь. Та же самая канистра. Ее типа бензином нужно сначала заправить? По-моему, да. А где я вам бензин возьму? Хорошо. Может, с мотоцикла накачать как-то? Залить бензин. Мне и туда бензин нужен, и сюда бензин нужен. Где мне его взять? Аж сраный бензин. Может, в другой локации? Да, вряд ли. Так не получится. Че мне с этой фиг не сделать? Ладно, подсказку возьмем. Набор от клонгиста. Что в нем надо сделать? А, нужно было присобачить сюда, и тогда он надевает. Хорошо. Все равно не особо помогло, но хоть что-то. Снаряжение дайвера в сборе. Теперь это. Нет. Не особо помогло, если честно. Садовый шланг. А, точно, садовым шлангом можно выкачать бензин, заправить в канистру, и бензин туда заправить уже. Отлично. Полная канистра. Все. Получается, мы не заливали бензин, а наоборот, выкачивали. С мотоцикла. Все, движок в порядке, теперь можно отправляться. Поехали. Я так и не знаю, что случилось с Лизой перед самой смертью. Походу, я не узнаю. Куда идти-то? Может, назад. Давайте еще тут осмотримся. Подсказку одну возьмем. Без слона. У меня одно без слона, надо два, походу. Обаловный крюк. А, да. Подошел. И что это за изобретение искусства? Нужно чем-то перекрепить крючок. Проволока. Что за гарпун? Нафига он у меня. Самодельный длинный крюк. Блин. Не выговариваются такие слова. Ох, вон там что-то блестит. А, можно выдвинуть лестницу. И забраться на мост. Ну хорошо, башня золотых ворот. Вот это неплохой вид. Лиза погибла в 8.05 вечера. Я могу увидеть, что произошло с помощью своих часов. Кстати, помните начало этого эпизода третьего? Он висел, подвешенный вверх тормашками, на этом самом мосту. Примерно на этом же самом месте. Значит, скоро что-то произойдет. Совсем скоро. 8.05. Нам нужно 8.05. Ботинок, сумочка. Вот она. Ботинок. Решетка. Жерелья я пока не вижу. Вот мы ее ожерелье. Цепочка со змеей. Подошло. Это твое последнее слово? Да. Мое время в обмен на время Роса Робертсона. Да будет так. Время смерти 8.05. Тело Лизы. Должно быть, она упала в воду близ первой опоры. Теперь я знаю, где искать ее кольцо. Кстати, если бы она вошла на головку, она могла бы выжить. Ведь прыгают же всякие дайверы, там, аквалангисты. Нормально. Из больших высот прыгают люди. И ничего. Сейчас спускаемся. Теперь нам нужно под мост. Поехали. Цепнафтика на минималках. Догрузиться. Нужно нырнуть поглубже, чтобы хорошо все разглядеть. Она могла изи выжить. Если бы она не шлепнулась там на живот или на спину. Вот она лежит. Весит до черта. Надо как-то найти способ его сдвинуть. Кислород у нас пока что вроде есть, но потихоньку кончается. Веревка. Можно веревку примотать к нашему катеру и попытаться сдвинуть, но не факт, что хватит этого. Давайте еще осмотримся. Якорь. Не знаю, что с этим якорем сплыть. Можно привязать сюда веревку. Нет. Видимо, рыбаки вылавливают им разные штуки из воды. Как на самый верх всплыть? К моему катеру. Никак. Кислород-то не бесконечный. Привязали. Хорошо. Теперь нужно второй конец куда-то привязать. Допустим, вот сюда. А это к якорю привязать. Точно. Якорь тяжелый. Он потянет на дно. Все. Все. Освободили труп. Теперь я могу дотянуться до руки скелета. Забрать кольцо. Задача выполнена. Тело Лизы. Вручальное кольцо Лизы. Я думал, на меня уже приземляется. Фух. Кажется, дело сделано. Плодить к берегу придется долго. А почему ты... Вон там уже люди какие-то стоят. Где мой катер? Почему катер не остался? Внутри человека стоит. Ты знаешь, слишком много, детектив. Отдохни под дерновым одеяльцем. Пьять его. Вот же, блядь. Я бы удивился, если б я не знал, чем... Что было в начале эпизода этого. В нем полно воды, стрелять нельзя. Ну давай, на кулаках разберемся, гопник. Я тебе с приклада. Ты думаешь, я с тобой на кулаках буду драться? Еще один пришел. Русская мафия, блин. Шатали. Спи, ибо твое время истекло. Что это, шокер? Вот теперь будет тот самый момент, когда меня подвесили под мостом. Только непонятно зачем. Могли просто убить. Ситуация не из приятных. У меня из инвентаря только обручальное кольцо Лизы. Не думаю, что оно тут сильно поможет. Что, блядь, делать? Если время отмотать. Суперзрения тоже нет. Есть телефон. Мне телефон не забрали. Эли, сестричка, прислала видеосообщение. Не ищи меня. Мне остался всего один шаг до того, чтобы стать безвременной. Вот так. Во что же она обвязалась? О, бля. Что это такое? Это слишком изи. Разве нет? А если я не попаду в такт, я свалюсь? Блядь! Сука, полетили. Голова моя отчаянно кружилась, но я должен был как можно быстрее выбраться с того моста. Как он выбрался? Раскачался, типа. Забрали пистолет. Мое счастье, что они не посмели тронуть мой мотоцикл. Они вообще ничего не тронули. Ни пистолет не забрали. Ни обручальное кольцо. Ни мотоцикл. Улица нарисованных леди, наверное. Опять в дом к нему. Рос. А, он уже мертв. Что произошло? В чем дело? Рос. Рос, скажи что-нибудь. Ну давай, старина, не молчи. Ну и что? Адам. Они сказали, что я знал слишком много. Они сказали, что я знал слишком много и убили меня. Но не печальтесь, мистер Вульф. Я все равно жил в долг. Теперь мы с Лизой снова будем вместе. Давно пора. Если бы только мы могли так все и оставить. Почему они меня-то не убили, я не понимаю. Ведь они тоже сказали, что я знал слишком много и меня оставили в живых. Держи кольцо. Прощание. Не надо благодарностей. Все. До свидания. Мы снова будем вместе до конца дней, как в жизни, так и в смерти. Спасибо тебе, Адам. Спасибо за все. Походу, меня не убили, потому что одна из тех, кто на меня напал, она как раз была моей сестрой. Она их остановила. Адам, меня уже было не спасти, но для твоей сестры, для нее еще не все потеряно. Безвременные еще не подчинили ее целиком. Все ответы, которые ты ищешь, ты найдешь за той дверью в канализации, в зале песочных часов безвременья. Возьмите стрелки, они откроют святыню безвременья. Поставь их на 6.00. Спасибо. Прогнозил то, что усилилось в дом. Когда встали от растворяющимся в воздухе Ройзу и Лизе, я понял, что не существует такой вещи, как слишком поздно. У меня все еще было время спасти Элли. Пошли теперь в канализацию. Мне нужно снова найти тот путь. По памяти. Здесь все началось. Здесь я впервые столкнулся со сверхъестественным. Никогда бы не подумал, что простой взгляд на символ на моих часах приведет меня сюда. Все связано между собой. За этими дверями меня ждут ответы на все мои вопросы об Элли. Вот та самая комната. И что? Нужно все часы на 6.00 поставить? Не знаю. Блядь! Я проебался со временем. Ну пиздец. Нет. Я вообще не понимаю, что происходит. На что их ставить? На какое время? 6.00. Может, они в сумме должны давать? Вот тут какая-то отметка искрится. Может, на нее поставить? Я даже не знаю. Блядь! Я не знаю, на что ставить эти часы, гребаные. Что-то я ничего не понимаю. Тут какие-то цифры. Смотрите. А, наверное, на это время и нужно. 12, 3, 6 и 9. Хорошо. Это выставляем на 12. 12. Да, хорошо. Все, я понял. Это на тройку. Это мы на что ставим? На 6, а там на 9. Пошло дело. Ну, примерно 9. Пойдет. Безвременные. Вот и их база. Светилище безвременных. Это Адам Вольф. Я справлюсь с ним раз и навсегда. У тебя был шанс, и ты его продул. Я разберусь с ним. Смотри. Мистер Вольф, ваша линия времени здесь оборвется. Вас ждет забвение. Какие будут ваши последние слова? Победить Вейта. Давай, начинайте говорить, пока я не начал стрелять. Говорить. Вы и так уже знаете все. Вам осталось только научиться умирать. Я говорил Элли, что надо было просто сбросить вас в воду. Но она упряма. Сами знаете. Так, так. Столько эмоций и так мало мудрости. Где он? Кончились патроны. Может, в часы выстрелить? Нет? Куда стрелять-то? Где он? Идти влево. Идти вправо. Я говорил Элли, что надо просто сбросить вас в воду. Но она упряма. Сами знаете. Сколько вам лет? Сколько времени вы уже растратили зря? Что мы с ним сделать-то? Хотите попробовать еще, мистер Вульф? Дает мне патроны. Что? Ну а тебе по ебальнику за патроны? Собираем. Собираем. Что происходит? Я не понимаю. Что-то жесткое. А я-то играл с вами честно. Очевидно, так дальше не пойдет. Он повелевает временем. Да, его я видел в первом эпизоде. Он меня хотел убить изначально. Я не знаю, кто он. Почему он хочет меня убить? Но он меня просто ненавидит. А теперь узрите всю силу безвременья. Нет! Оставь его в покое! Элли, Элли, в этот момент твоя линия времени меняется, а братной дороги уже нет. Я ничего от вас не получила, кроме лживых обещаний. Я не дам вам убить моего брата. Да будет так. Герда ли ваша рука, детектив? Доберяете ли вы ей жизнь сестры? Я должен быть уверен, что не промахнусь. Ну и что? Я боюсь ей бошку снести. А, хорошо. Слишком изи. Я тебя убью. Что ж, попробуйте. Он может помилевать временем. Да ладно. Прямо в шею попал. Конец третьего эпизода. Но он попал где-то в шею или рядом. Там будет проблемно выжить. Пиздец. Вот черт. Ооо. Так жестоко закончился третий эпизод. Еще одно достижение почти готово. Скоро мы точно уже все узнаем. Мы почти подобрались к разгадке этой тайны. Нас буквально спасла сестра, но не знаю, спасла или нет. Нам остался последний, завершающий четвертый эпизод. Час ноль. Который мы начнем в следующей части. Обязательно ставьте лайки. Пишите ваше мнение по этой игрушке в комментариях. И подписывайтесь на канал, конечно же. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. С вами был Макс. Желаю всем удачи. И всем до скорого.